Места, в которые трудно попасть, скрывают большие тайны забытых цивилизаций. Исследователи Антарктиды, преодолевая жестокие условия работы в холодном климате, буквально вырывают находки из рук прошлого, предоставляя нам повод усомниться в том, что написано в учебниках истории древнего мира. Что же все это время скрывало за снегами ледяного континента? Привет, друг, ты на канале Киртоп. Останки монстров Исследователи, десятилетиями боровшиеся с жестокими антарктическими условиями, обнаружили окаменелые останки элосмозавра. Это были настоящие титаны мелового периода, жившие вместе с динозаврами. Ученые обнаружили большую часть скелета этого гиганта. Правда, головы не оказалось, но и без нее сделали вывод. Этот зверь весил от 12 до 15 тонн и был длиной около 12 метров, представляете? Для сравнения, раньше находили элосмозавра весом около 5 тонн и рода аристенектесов до 11 тонн. Однако до конца ученые не уверены, к какому роду относится наш гигант. Возможно, это неизвестный нам род. А вот еще что интересно. Этот морской гигант жил примерно за 30 тысяч лет до вымирания динозавров, что подтверждает теорию о том, что элосмозавры обитали в поздний меловой период. Озера под льдами Всего в Антарктике найдено уже более 400 подледниковых озер. И каждая из них была изолирована от остального мира и атмосферы миллионы лет. А это значит, что жизнь там может быть совершенно уникальной и древней. Ученые уже пробурили два маленьких озера и обнаружили микробную жизнь. Но что происходит в больших озерах, остается загадкой. Ведь там нет солнечного света, поэтому микробы не могут использовать фотосинтез. Чтобы жизнь была более разнообразной, вода в озере должна перемещаться, чтобы питательные вещества и кислород равномерно распределялись. На поверхности земли это делает ветер и солнце. Под льдами источником тепла и движения может служить геотермальное тепло, поднимающееся из недр земли. Это тепло способно создавать потоки в подледных озерах, перемешивая воду и делая ее более гостеприимной для жизни. Группа ученых пробила толстый слой льда и опустила камеру на полкилометра вниз. Они увидели десятки тысяч круглых гнезд, каждый из которых диаметром примерно как велосипедное колесо. И в каждом гнезде живет одна взрослая рыба, охраняющая более двух тысяч своих будущих детей. Камеры засняли более 12 тысяч таких рыб. Общая площадь нерестовища порядка 240 квадратных километров. Эти рыбы называются ледяными из-за их уникальной способности переносить экстремальные морозы. Их кровь содержит специальные вещества, похожие на антифриз, что позволяет им жить в суровых условиях Антарктиды. Как видите, несмотря на холод, жизнь в Антарктиде бурлит и кипит. ПИРАМИДЫ Группа исследователей обнаружила в Антарктиде не что иное, как три пирамиды. И похоже, они созданы не природой, а руками наших далеких предков. Антарктида сейчас – это край мира, покрытый льдом. Но когда-то это был оазис полной жизни, где гуляли даже динозавры. И наши находки там – доказательство этого. Всего в экспедицию отправилось 8 исследователей из Америки и Европы. Они обнаружили две пирамиды в 16 километрах от берега, а третью прямо у воды. Возникает вопрос, почему мы не слышим об этом в новостях? Многие утверждают, что эта информация скрывается, чтобы нас не отвлекать от привычного представления о прошлом. А что мы увидим, когда ледники растают? Может быть такое, что подо льдами, кроме пирамид, скрывается еще один сфинкс? Что вы думаете об этом? Пишите свои мысли в комментариях и не забудьте подписаться на канал. МУМИФИЦИРОВАННЫЕ ПИНГВИНЫ Исследователи из Китая в Антарктиде обнаружили кладбище мумифицированных пингвинов, и многие из них были всего лишь птенцами. Сначала ученые думали, что пингвины не пережили два периода экстремальных осадков, но ведь пингвины живут в Антарктиде и привыкли к холоду и снегу, так что здесь что-то не совсем вяжется. Теперь ученые предполагают, что в этих массовых гибелях пингвинов виноваты изменения климата. По их мнению, увлажнение климата, вызванное глобальным потеплением, могло привести к этой трагедии. Пингвины, как оказалось, не были готовы к таким условиям и сразу погибли. Это произошло дважды, около 750 и 200 лет назад. Ученые выяснили это, используя радиоуглеродное датирование. И кажется, пингвины не погибали сразу, а умирали постепенно. ДРЕВНЕЕ ЯЙЦО Этот каменный картофель имеет размеры 20 на 30 сантиметров и пролежал в замороженной земле ничего себе 68 миллионов лет. То есть его время – это время динозавров. Этот объект таил в себе множество загадок, и его просто называли «эта штука». Но однажды исследователь предположил, что это могло быть яйцо древнего существа. Казалось бы, нонсенс – яйцо без костей внутри и такого гигантского размера. Это было яйцо мазазавра – ужасного морского существа долиной в 17 метров и весом около 15 тонн. Ученые пришли к такому выводу, когда рядом обнаружили скелеты маленьких мазазавров. Это яйцо было необычным. Оно скорее напоминало гигантский целлофановый пакет, который детеныши могли легко порвать. Под водой он деформировался и окаменел, поэтому яйцо и получилось такое необычное. Исследователи в Антарктиде обнаружили огромный кратер, и скорее всего его оставил астероид. И кто знает, может быть именно это космическое столкновение повлияло на эволюцию динозавров. Ученые считают, что эффект от астероида в Антарктиде был даже круче, чем тот, который уничтожил динозавров. Это, возможно, привело к катастрофическим разрушениям того времени. Катастрофа забрала множество жизней, но, как оказалось, она не только забирала, но и давала. Этот кратер шириной более 300 миль был создан огромным астероидом около 250 миллионов лет назад. Ученые думают, что именно это падение астероида могло стать одной из причин глобального вымирания видов на Земле. Но одновременно эта катастрофа могла создать условия для появления динозавров. В результате этого ужаса одним из победителей стал археозавр, прародитель динозавров. Наблюдение НЛО В 1965 году на аргентинской военно-морской базе в Антарктиде посреди ночи почти 20 человек с удивлением смотрели в небо. На высоте от 15 до 20 километров они увидели НЛО. Этот загадочный объект был светящимся калейдоскопом зеленых, красных, желтых, оранжевых и белых оттенков. Огромный корабль более 85 метров в длину казался тяжелым и уверенно парил в небе. Свидетелей этого события было множество, поскольку все это длилось достаточно долго. Еще раньше, в 1946 году, к ледяным берегам отправилась американская экспедиция «Высокий прыжок». Существует легенда, что в пути их встретили летающие тарелки. И говорят, что в боях с ними погибло около 400 моряков и военных. Вся экспедиция закончилась через 3 месяца, и все материалы стали строго секретными. Ричард Бёрд, глава экспедиции, рассказал об этом и попал в психиатрическую лечебницу. Таинственная пещера Ученые через гугл-карты в Антарктиде обнаружили загадочный объект. Это не просто объект, это пещера, спрятанная под ледниками. Ученые опубликовали в YouTube-видео, где виден свод этой пещеры. Некоторые считают, что пещера могла быть создана человеком. На видео видно свод идеальной формы, высотой 23 метра и шириной в 76. Ученые обратили внимание на странные тропы и ступеньки у входа в пещеру, что дает основания думать об их искусственном происхождении. Другие думают, что это секретный объект для НЛО или сверхсекретная военная база. Есть и те, кто думает, что это останки архитектуры древней цивилизации. Официальная наука пока молчит, но все согласны. С глобальным потеплением Антарктида еще откроет много секретов. Удлиненные черепа Археологи сделали ошеломляющую находку в Антарктиде – останки людей с длинными черепами. Еще более интересно – подобные удлиненные черепа находили по всему миру – в Перу, Египте, России, США и даже в Европе. Ученые выяснили, что люди специально деформировали черепа своим детям прямо с рождения. Но вот загадка – это делали разные народы, жившие на огромных расстояниях друг от друга. Возможно, даже без взаимного контакта. И вопрос – зачем – остается открытым. Может быть, так люди пытались получить сверхспособности или подчеркнуть свой статус. Или хотели быть похожими на богов. Может быть, это был тренд, как сегодня тату или пирсинг. Жутко. Но сегодня в некоторых племенах Южной Америки эта традиция все еще существует. Руины древних цивилизаций Капитан Роберт Скотт и его команда встретились лицом к лесу с древней цивилизацией за ледяной стеной Антарктиды. Они нашли следы до потопного времени и даже сняли их на камеру. Вы представляете, каково это – видеть руины древнего города, пирамиды, колонны и статуи в самом центре Антарктиды. Эта древняя цивилизация, возможно, даже старше тех, о которых мы учим в школе. Подтверждение этого – карта 1531 года, где Антарктида показана без льда. Странно, ведь по нашей истории Антарктида была открыта только в 1820 году русскими исследователями. Вы знали, что Северный и Южный полюс менялись местами 171 раз за последние 76 миллионов лет. И последний раз это случилось примерно 12 тысяч лет назад. Это объясняет, почему все секреты Антарктиды сегодня скрыты под километровым слоем льда. По последним отчетам, под Антарктида существует огромная сеть проходов и тоннелей на глубине 4 километра. Вулкан, извергающий золото Маунт Эребус, самый большой вулкан Антарктиды, буквально сплевывает в воздух тончайшие кристаллы металлического золота. Золото от 0,1 до 20 микрометров находят в вулканических газах, а до 60 микрометров в снегу поблизости. Интересно, что хотя и другие вулканы известны своими золотыми выбросами, Маунт Эребус единственный, который выделяет золото в металлической форме. Прежде чем вы решите отправиться на поиски золота в Антарктиду, позвольте вас огорчить. Маунт Эребус выделяет всего около 80 грамм золота в день. Это больше геологическое любопытство, чем что-то еще. Однако знание о том, что вулканы могут концентрировать металл, может помочь геологам лучше находить золотые месторождения. Марсианская связь Этот минерал впервые обнаружил марсоход Opportunity на Марсе в 2004 году. Минерал Ярозит, который известен на Земле с 1872 года, считался нашим, земным. Он требует воды, железа, сульфата, калия и кислотности для образования. Все, что есть на Земле, но редко встречается на Марсе. Однако оказалось, что на Марсе Ярозита гораздо больше, чем у нас. Вот и возник вопрос, как он мог образоваться там в таком большом количестве. Найденные на Земле частицы были потрескавшимися и без острых краев, что свидетельствует о том, что они образовались и разрушились внутри льда. И вот здесь наступает самое интересное. Ученые предполагают, что на Марсе Ярозит формируется таким же образом. Жизнь под льдом Во время сбора образцов под ледяным шельфом ученые обнаружили живые организмы под слоем льда более 900 метров. Когда ученые опустили камеру вниз в ледяную пропасть, они не обнаружили ничего, кроме одного камня. Но к их удивлению, на этом камне были обнаружены живые существа, разные виды морских губок и странные нитеевидные организмы, которые они предположили были гидроидами, разновидностью беспозвоночных. Представьте это, жизнь под сотнями метров льда, в условиях, которые мы предполагали, совершенно несовместимыми с жизнью. Но здесь они, эти маленькие существа, ставят под вопрос все, что мы знаем о жизни на Земле. Мы можем только догадываться, как долго эти организмы существуют здесь и как часто они питаются. Раз в год, раз в десятилетия или, может быть, раз в столетие. Эта экосистема может быть невероятно древней. Антарктические губки, например, могут жить тысячелетиями. Экспедиция Адмирала Берда Все началось с книг, написанных Амадео Джаннини и Реймондом Бернардом, которые обсуждали необычную теорию о том, что Земля на самом деле полая. Они утверждали, что Берд во время своих экспедиций не просто летел через полюса, а попадал в гигантские впадины внутри планеты. Уфолог Рей Палмер еще больше подогрел интерес к этой теории, представив ее в своем журнале ОНЛО. Он вызвал настоящую бурю обсуждений. Джанни, Бернард и Палмер утверждают, что Берд заявил о проникновении на 3700 километров внутрь Земли через Южный полюс. И перед смертью он даже намекнул на существование волшебного континента в небесах края вечной тайны за полюсами. Страна дождей и радуги до мифической потерянной цивилизации. Эти упоминания подтверждают их версию. Земля имеет форму пончика с огромными впадинами на полюсах, внутри которых находятся неизведанные земли и, возможно, даже секретные базы НЛО. Глобальное потепление только начинает открывать тайны ледяного континента. С тайнием ледников будет открываться все больше мистических находок. Казалось, что историю уже не переписать. Но что будет, если поисковое движение начнется во всю силу? Ставьте этому видео лайки и подписывайтесь на канал. Посмотрите еще это видео про находки пугающих ученых по всему миру. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!